Работа Минского городского отделения «Спасатель» за 15 лет стала системной и с каждым годом совершенствуется. Сейчас у нас 168 членов нашей организации и что тратно с каждым годом мы прорастаем на 10-15 человек. Генераторами идей и наших планов являются начальник бывшего управления Терешков Николай Александрович, Немилов Вячеслав Викторович, Ганцук Александр Иванович и другие. Мы выражаем слово большой благодарности руководству Министерства Минского городского управления за ту поддержку, которую они нам оказывают ежечасно и ежесекундно. При создании общества ветеранов «Спасатель» ветераны как-то оживились, потому что начали нас собирать вместе, смотрим друг на дружку, кто-то постарел, кто-то остался таким же, начали веселее жить, потому что когда уходишь на пенсию, ну как-то скучновато и такое ощущение, что тебя забыли. А здесь тебя не забывают, организовывают встречи, концерты, поездки, ну и как-то оживаешь, чувствуешь себя все-таки нужным человеком. На особым счету в нашей организации ветераны Великой Отечественной войны. У нас на 1 января их было 5, а на сегодняшний день, к сожалению, осталось только 2. Но если вспомнить 15-летний рубеж, изначально было 24 ветерана Великой Отечественной войны. Они были еще крепким духом и зачастую приезжали в подразделения, делились своим опытом и воспитывали молодежь. На особым счету у нас также и воины-афганцы. У нас их на сегодняшний день 6 человек. Эти ребята в феврале, 15 февраля, ежегодно на острове Мужества и Памяти возлагают венки и цветы воинам-афганцам. После этого, как правило, пособирался в кабинете у начальника управления. Пьем чай, кофе. Они вспоминают и рассказывают о своих буднях, которые были в Демократической Республике Афганистан. Зачастую они бывают и в подразделениях. Также воспитывают молодое поколение. Особо хочу сказать о таком знаменательном дне каждого работника. Это как принятие присяги. Принятие присяги у нас происходит два раза в году и в музее истории Великой Отечественной войны. В зале славы. На принятии присяги всегда присутствуют ветераны, и которые в своей речи подсказывают молодежи, как надо служить, на кого равняться, делятся своим опытом. Ну, хочу сказать, что у нас среди руководства городского управления Березинского лесхоза и ветеранская организация сложились тоже очень хорошие традиции. Ежегодно мы участвовали в акции «Наш лес». Ну и за эти годы мы уже посадили сотни, а даже, наверное, тысячи деревьев. К началу пожароопасного периода ветераны участвуют в обследовании жилого сектора, в установке пожарных извещателей, а также ведут разъяснительную работу. Мы работали в Первомастном районе, Заводском и Октябрьском города Минска. Хочу сказать, что мы хоть и ветераны, но мы плотно сотрудничаем и с молодежью. В Московском районе школа номер 67 на улице Лебегова имеет профильные классы. Мы зачастую выступаем перед школьниками, а также оказывали помощь в оборудовании их музея. Также мы не забываем и школу-интернат «Семья». Вот там, где находится этот интернат семейного типа, и мы всегда к дню знаний туда оказываем благотворительную помощь, ну и традиционно бываем к Новому году. Считаю, что большая заслуга и ветеранов нашего городского управления, именно Минского, это вы подготовьте раритетные техники к параду, который проходит традиционно к дню пожарной службы. Вы бы видели, с каким задором они готовят этот конно-бочный ход и технику, которая 50-х, 60-х годов. То, я думаю, вот этот энтузиазм и задор, он передается молодому поколению. Ну и шествие и участие ветеранов в этом параде, думаю, оно как раз и свидетельствует о приветственности поколений. Есть у нас еще одна дата, которая собирает нас, ветеранов, это 26 апреля. Нам как раз и нашим ветеранам очень многим прошлость участвовать в ликвидации последствий этой страшной аварии и катастрофы. Поэтому 26 числа мы всегда встречаемся на митинге у мемориальной доски Игнатенко. Ну а предшествует этой встречи мы с ветеранами встречаемся и посещаем места захоронений наших ветеранов. И проводим могилы в порядках, возлагаем цветы. Также мы не забыли и семьи, которых уже нету отца, мужа, дедушки. Мы стараемся тоже им оказать пассивную, как социальную помощь, материальную. Ну и по их просьбе и запросу мы всегда готовы им прийти на помощь.